Денис Передонов, студия Денис Передонов, студия Денис Передонов, студия или быть, или не быть. А если уже стал, то нужно нести эту ношу до конца. Верно ли это утверждение? Ну, конечно, верно, потому что юрист – это, наверное, не столько профессия, сколько, на самом деле, призвание. Призвание. Да. То есть профессия очень творческая, требующая постоянного саморазвития, самообучения. Не бывает простых вопросов, вопросов ненужных. То есть всегда приходит бизнес с проблемой, люди со своей бедой. И юрист должен быстро и качественно помочь, дать нужный совет. Совсем недавно, ко дню проектировщика, мы записывали как раз-таки интервью с Сергеем Стрельцовым. И вот он говорил о том, что профессию проектировщика можно называть творческой, сравнил ее с живописью и где-то со скульптурой. Вот вы сказали тоже, что творческая нотка обязательно присутствует. А в чем заключается творчество в работе юриста? Ну, немного связана наша деятельность профессиональная с писательской деятельностью, я бы сказала. Мы как писатели, как поэты, мы сочиняем документы, которые будут понятны людям, которые не имеют отношения к юриспруденции, документы должны быть составлены читаемо, понятно. То есть они должны составлены быть по всем канонам юридического дела. Я считаю, что это профессия очень творческая. Ну, писать много приходится? Да, конечно. А все чаще вручную или, ну, я имею в виду, по старинке ручка или это набор на компьютере? Ну, на компьютере, конечно. Ну, просто, может быть, там какой-то протокол или что-то такое. Хорошо, интересно. Ну, вообще, вот как стать юристом? Вы же как-то к этому пришли, может быть, с детства мечтали, стать юристом. Или это получилось вроде как случайно, а потом в какой-то момент вы поняли, что это и есть ваше призвание. Как можно попасть вот в эту профессию? Ну, я, если честно, мечтала в школе быть переводчиком английского языка, то есть училась в английской школе. Но в старших классах, смотря на отца, который выбрал профессию юриста, как-то склонилась больше к этой мысли и, в принципе, никогда не пожалела об этом. У нас вообще, наверное, семья такая юридическая. То есть помимо отца и меня, еще два брата младших тоже закончили ее рфак. Можно сказать, что трудовая династия, да, и дело продолжается. Да. Ну, вы так тепло отзываетесь о том, что вы делаете, да, поэтому можно с уверенностью сказать, что свою работу вы не считаете скучной, да, в первую очередь. Потому что нам, да, такая профессия, она скрыта, в общем-то, от посторонних глаз. И, как мне казалось, это постоянно что-то писать, что-то сидеть в офисе, так вот как-то это. Нет? Не скучно? Абсолютно не скучно. А вот не скучно? Очень интересная работа, потому что к нам обращаются постоянно люди по различным вопросам, абсолютно из разных отраслей права. редко бывает, чтобы что-то повторялось, какие-то вопросы повторялись, и мы, приходится нам постоянно совершенствоваться, изучать новые законы, расширять постоянно свой кругозор. Нам никогда скучно не бывает. То есть любой случай, каждый случай практически уникальный, да, и в нем есть что-то такое интересное для себя и для практики, для опыта. Ну, вот вы говорите, приходят люди к нам, обращаются вот как раз-таки о нас, я имею в виду о вашем коллективе. Вообще сколько человек насчитывает, можно так сказать, на скидку? Ну, на скидку, наверное, не скажем, потому что юридический центр ведет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации, начиная там от Москвы, Санкт-Петербурга и заканчивая северными площадками Удачный, Якутск, Мирный, Ленск, Светлый, Архангельск. Ну, у меня есть информация, что юристы Алроса работают в семи российских субъектах, и максимальная разница во времени между офисами юрцентра – шесть часов. Поэтому юридическая поддержка алмазно-бриллиантовому бизнесу оказывается практически круглосуточно. Да? Да, это так, да. Очень здорово. Ну, хорошо. Тогда есть еще один вопрос. Вот как раз-таки о юристах мы сегодня говорим. Идеальный юрист. Есть такое понятие? Или все мы люди не идеальны? Но если, например, и стремиться к этому, дарить, стремиться к совершенству все-таки нужно, какими качествами должен обладать вот тот самый высококлассный специалист, уже состоявшийся человек? Холодной головой, в первую очередь, потому что эмоции в нашем деле, наверное, недопустимая такая роскошь. То есть надо все расценивать с холодной головой, чтобы дать правильный ответ, чтобы помочь в решении какого-то вопроса. Стрессовая устойчивость. Вот, наверное, самые такие два, по-моему, мнения. То есть холодный рассудок, холодная голова и стрессовая устойчивость. Вот, в общем-то, основной такой набор. Ну, хотя, на самом деле, еще много, да, чего? Ну, если вкратце. Если вкратце, то да. Ну, совсем скоро, 3 декабря, будет ваш профессиональный праздник. Кстати, он достаточно взрослый, его отмечали еще до революционной России. Но в наше время он берет новое начало с 2008 года. Так вот, как вы будете его отмечать? Чай, тортик или, наоборот, как-то более продуктивно соберетесь с коллегами и обсудите какие-то важные вопросы, касающиеся развития его центра и в целом компании? Мы обязательно соберемся с коллегами, чтобы всех поздравить с этим нашим праздником. Мы очень любим наш праздник, собираемся всегда. Как мы его отмечаем, мы, конечно же, делимся опытом. Мы рассказываем об интересных делах, о том, что у нас происходило в течение года. Делимся опытом, знаниями, эмоциями. Вот так. У вас же несколько практик существуют в юрцентре, да? Так называется практика? Да, у нас несколько направлений, которые называются практика. Есть судебная практика, есть договорная практика, есть практика правового обеспечения. Три практики. Корпоративная практика. А, да, еще корпоративная практика, да, тоже молодая практика, которая недавно создана была. Ну вот заговорили мы о приятном, о том, что профессиональный праздник совсем скоро уже наступит. Это будет третий день первого месяца зимы. И вот у вас есть, не дожидаясь даже праздника, уникальная возможность поздравить ваших коллег, которые смотрят и слушают наш эфир. Ну, хочется пожелать коллегам интересных проектов, никогда не унывать, хотя, в принципе, для юристов это не свойственно. Здоровье. Побольше времени на семью и детей, потому что с нашей профессией как бы очень часто получается, что время довольно много занимает и, соответственно, приходится немножко как бы от семьи отрывать. Побольше энергии и оптимизма. Энергии и оптимизма. Медиакомпания «Алмазный край» тоже присоединяется и поздравляет всех юристов, которые работают в компании Алроса с профессиональным праздником. Поэтому, друзья, с днем юрист. И вас мы тоже поздравляем. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. В гостях руководитель правового обеспечения Наталья Шпагина и главный юрист-консульт Наталья Ворошилова. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо.